Привет, красотки! Я очень рада видеть вас на этом видео. Как вы знаете, одна из основных и популярных тем моего канала – это материнство. Видео про беременность, про подготовку к родам, собственно, про роды, влоги молодой мамы. Все эти темы набирают большие просмотры, привлекают новых зрителей, нравятся вам. И я этому очень рада, потому что, на самом деле, это и моя любимая тема по жизни. Я люблю в ней разбираться, копаться, делиться со своей аудиторией тем, что узнаю. Напомню для тех, кто новенький на моем канале. Я мама двоих детей и сертифицированный йога-преподаватель. После моих вторых родов прошло 9 месяцев, и я вам до сих пор не сняла видео про мое восстановление. После них, на самом деле, 5 лет назад, представляете, Еве почти 5 лет, я снимала видео после родов моих первых про восстановление. Даже было 2 части, если вам вдруг интересно посмотреть, сравнить там подход. Эти видео тоже есть на моем канале. И я, на самом деле, горжусь собой 21-летней, потому что для такого юного возраста желанная и осознанная беременность, подготовка к родам, это отдельный пункт, и вообще изучение родов как процесс, восстановление после. Я не пустила все на самотек, типа, как-то все само собой разрешится. И наверняка именно поэтому имела и имею здоровое тело. Во многом благодаря моей доуле, книгам, фильмам, лекциям на эту тему, я знала, что роды это не процесс, когда организм обновляется и все само собой там проходит. Нет, роды это на самом деле и беременность, огромный труд и огромный стресс для организма. Конечно, это физиологично, конечно, все рожают, и иначе бы мы все не существовали здесь, если бы это был не физиологичный процесс, но так или иначе, организм сильно изнашивается в это время, и там, где тонко, обычно там и трескается, и всплывают куча проблем после родов у женщин. Это я не понаслышке знаю, потому что сейчас занимаюсь проектом по восстановлению после родов, у нас уже был первый поток зимой, и я знаю, я просто знаю, я вижу эти отзывы, я собираю боли мам, так сказать, и понимаю, что роды это не, типа, ты поставил кнопочку обновления, и организм такой, да, все прекрасно. И я решила видео это построить в таком интересном формате. Загуглила, значит, самые популярные, самые такой топ-советов, 10 советов, как восстановиться после родов. Вот представим, что я просто женщина, которая уже захотела, да, как минимум, молодец, уже захотела узнать, а вообще что-то нужно для того, чтобы восстановиться после родов. К сожалению, в роддоме об этом очень мало говорят, в основном все внимание на ребенка, то есть все внимание было на беременную женщину, да, женщина к этому привыкает, и она такая, как приятно, столько внимания, столько заботы, вот она рожает, и женщина уходит на второй план, на первом плане ребенок, как за ним ухаживать, как его кормить. Максимум там медсестра посоветует что-то по груди, и гинеколог предложит осмотр. УЗИ органов малого таза сделать через месяц, например. На этом все. И я загуглила 10 самых распространенных советов, 10 правил. Я хочу построить видео так, что я буду читать это правило, говорить, делала ли я это 5 лет назад после родов, и делала ли после вторых родов, и вообще давать какие-то свои комментарии, насколько эти правила уместны. То есть, понятное дело, я со своей колокольни, с точки зрения здоровья женщины, с точки зрения вообще комплексного подхода, потому что здесь есть самые разные правила, не только про тело, но еще и про питание, и все такое. И у нас как раз на проекте комплексный подход, поэтому я в это нырнула прям с головой, и в питание, в тему витаминов, и психологическую составляющую. Ну, в общем, мне кажется, получится так интерактивно, довольно интересно и полезно. Первое правило. Вставайте с постели и ложитесь через позу лежа на боку. Чтобы повернуться в кровати, согните ноги по одной, лежа на спине, и одновременно поддерживая живот руками. Поворачивайте плечи, бедра и колени на бок одновременно. Очень классный, на самом деле, совет, потому что не все женщины соблюдают правила вставания с кровати и правильного укладывания в кровать. Еще со времен беременности, скорее всего, женщины слышали, что надо через бачок это делать, без вот таких надрывов, да, когда мы качаем пресс. И после родов это безумно важно, потому что наша прямая мышца, она просто... То есть она будет отвечать за то, чтобы вот так выдернуть себя из кровати. И плюс наше слабое тазовое дно в этот момент, оно точно слабое после родов, не среагирует вовремя, не подтянет там, где нужно. И, скорее всего, это будет такой очень спазмированный, очень такой сильный рывок для и внутренних органов, и для нашей диафрагмы, и для мышцы нашей прямой. А значит, она будет расходиться еще сильнее в сторону, потому что после родов у большинства женщин диагностируется диастаз, то есть расхождение прямой мышцы живота. И, собственно, именно поэтому рекомендация вставать и ложиться через бок. Чтобы именно вставать не силой мышц живота, которые сейчас очень ослаблены и правильно не включатся, а благодаря силе рук, отталкивания, силе ног в том числе. Я это соблюдала с Евой, я это соблюдала с Мирой. Правило 2. При ношении ребенка постоянно чередуйте положение. Зачастую при ношении ребенка постоянно используют одну руку, что перегружает мышцы одной половины тела. Да, то есть как часто происходит. Вот тяжелый ребенок, представим, здесь у меня. И так как телу сложнее оставаться ровным, держа осанку, выравниваясь наверх, подкручивая таз, держа там в опоре ноги, держать ребенка, тело идет по простому пути. Оно вот так перекашивается, чтобы ты еще немножко бедром поддерживал ребенка. И со временем, особенно если это ваша рука такая основная, или другой рукой вы что-то делаете, то со временем мы имеем перекос. Перенапряжение одной половины спины, одной половины части спины. Дальше это может даже усугубиться, перейти в сколиоз, к сожалению. То есть здесь совет в том, чтобы при ношении ребенка постоянно чередовать стороны тела и положение. Мойте ребенка под краном попеременно правой и левой рукой. Очень классный совет. На самом деле еще и для ребенка это очень полезно, потому что если держите вы его с одной стороны, у него фиксируется один поворот привычный и ему удобный. Потом может даже быть кривоше из-за этого. То есть одна сторона у него тела тоже будет активнее развиваться, потому что всегда в одной позе держали. Я делала это с Евой, я делала это с Мирой. Третье. Поднимая ребенка, не забывайте об эргономике. Первые месяцы после родов избегайте поднятия тяжестей и не поднимайте ничего тяжелее своего ребенка. Первые три недели не следует поднимать ребенка вместе с креслом-люлькой. Супер. Чтобы не создавать нагрузку на мышцы живота и тазового дна. Протазовое дно говорят. Спасибо. Протазовое дно говорят так редко. Обычно либо что-то типа, ну, кегеля поделай. Либо вообще ничего. Поднимая ребенка, держите его ближе к телу, а спину прямой. То есть поднимайте с помощью ног. Офигенный пункт. Вообще, бытовые движения, вот эти правильные эргономичные бытовые движения у нас на проекте. Этому отдельная лекция, отдельная практика посвящена. Это безумно важно, потому что эти манипуляции женщина делает каждый день, по многу раз за день. А что это означает? Что как бы она там йогой не занималась, свои тазовые дна мышцы не восстанавливала, хотя это уже потрясающе. Уходя с коврика, она приходит в обычную свою бытовую жизнь, где делает неправильно именно с точки зрения эргономики, с точки зрения здоровья своей же спины, например, вещи. Например, поднимает ребенка вот с такой круглой спиной. Вместо того, чтобы сесть вниз, взять ребенка, прижать его максимально к себе. То есть сразу же у нас центр тяжести нормальный становится, и мы не вот таким рычагом ребенка потом поднимаем, напрягая все мышцы и тазовое дно, напрягая очень сильно. А мы поднимаем ребенка за счет силы ног и за счет силы спины, прямой спины. Насчет поднятия тяжести тоже очень круто, что здесь сделан такой пункт. То есть мы не поднимаем старшего ребенка, мы не поднимаем даже пятилитровки воды. С Евой, может быть, были косички, я вот сейчас думаю. Вероятно, я ее могла взять не совсем эргономично. Тяжести я не поднимала, но я могла типа вот с такой спиной поднять ее. А с Мирой 100% нет. Вот как раз-таки следующий пункт, мне кажется, я его подраскрою посильнее в теме правила 3L. Здесь написано, дайте телу отдых. Особенно в первые три недели ребенка стоит кормить лежа на боку. Так вы отдохнете сами и дадите отдых мышцам. Если сидеть из-за разрыва в промежности еще нельзя, лучше отдыхать лежа. Сначала во время сна ребенка лучше по возможности тоже вздремнуть, так организм сможет спокойно восстановиться. В целом окей, но я бы здесь прям подраскрыла эту тему, уйдя в правила 3L. Я думаю, многие, кто на меня подписан, слышали о нем. Это правило любить лежать лениться первые 40 дней. Про то, что мы не гонимся никуда в этот период. Да, мы находимся временно в своем гнезде. Да, скорее всего, через какое-то время, может быть, через неделю нам покажется, что что-то очень однообразно проходит в мои дни, какой-то день сурка, каждый день. Суть в том, что это время не повторить. Это безумно важное время, и оно во всех традициях супердревних было на самом деле. Были эти повитухи. Был этот очень бережный период к женщине, когда ее обхаживали. Очень много помощи было со стороны семьи. Мы сейчас живем нуклеарными семьями, мама, папа, ребенок. Где-то отдельно там, на другом конце города, дай бог, что была бы бабушка. И то бабушки часто работают, и они не могут приехать там помочь. Есть даже фраза, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. Так раньше происходило. Были вокруг тети, дяди, сестры, братья. Это, с одной стороны, и безумно важная бытовая помощь. То есть женщина, родившая, не думала о том, что ей нужно приготовить обед, завтрак, ужин, подмести пол, подстирать пеленки. Все заботились о женщине, а женщина, о малыше. И здорово, что сейчас в целом возвращается эта традиция, возвращаются, ну, как бы в целом мысли об этом. Уходит мышление, что за эгоистичный подход. Вот мы раньше ничего такого не было, и окей было. Да не было окей. У большинства женщин опущение органов после родов. Настолько, что чуть ли матка не выпадает. Депрессивные расстройства и просто роды, это как крест и травма на всю жизнь, потому что, а потому что реально всю жизнь, вся жизнь изменилась. И не было никакой ни помощи, ни поддержки. И не было этого кайфа материнства. Потому что как ты можешь кайфовать и расслабляться, и давать тепло и любовь ребенку, когда ты только в заботах о том, чтобы было чисто, было прибрано. Еще муж там от тебя требует, чтобы ты была красоткой спустя пять дней. Хотя все женщины спустя пять дней красотки априори, потому что они родили, блин. Не важно, какой у них вес, не важно, какой у них живот. В общем, я к чему? К тому, что, насколько это возможно, здорово воссоздать себе такие условия. Подумать об этом заранее на самом деле придется, потому что после родов такие вопросы не решаются экстренным путем. То есть, может быть, заранее попросить мужа договориться о том, чтобы он взял отпуск. Или мама, или свекровь. Не бояться просить о помощи. Например, когда подруги приходят, не прихорашиваться, прибирать дом, лишь бы подруга пришла, и вы там красиво ее встретили, а сказать, ты мне очень поможешь, если ты приготовишь суп. Это нормально. И в этом есть друзья, в этом есть та самая помощь, которая на самом деле нужна. Не с ребенком посидеть чаще всего, особенно первые 40 дней, когда ему нужна только мама, только грудь, сон, немножко качание и все. А именно сделать бытовые дела. То есть, влюбить, лежать, лениться. Еще очень важный пункт лежать. Не просто потому, что надо себя королевой почувствовать. Хотя, почему бы и нет? После родов это необходимо тоже. А еще и потому, что телу нужно правильное восстановление. И если ему не мешать, и не бегать, не прыгать, как козочка, просто больше лежать. Если встаешь, то подвязываться. У нас есть отдельная тема про бенкунг на проекте. Тоже я показываю, как его выбрать, где заказать. Как его именно подвязывать. Очень медленно и по пунктам рассказываю. В течение дня, как долго носить, когда надевать. Что по этому пункту. И с Евой, и с Мирой я это делала. Благо, про правила 3L я узнала еще 5 лет назад. И строго его придерживалась. У нас тогда не было помощи няни. У нас не было помощи моей мамы. Денис работал из дома. Мы в целом вместе с ним работаем и работали из дома. И в этом плане большая помощь, конечно, именно супруга. То есть мы делали все 50 на 50. В плане еды я тоже не заморачивалась. Когда-то это мог сделать Денис. Когда-то это была заморозка. Приезжала моя мама на выходные. Она еще тогда работала. И она могла что-то приготовить наперед. Ну, либо, да, заказывали еду. Я помню, даже тестила доставку еды, знаете, которая контейнерами на завтрак, обед, ужин доставляет. Но что-то мне тогда не зашло. Прям не сильно было вкусно. Давайте перейдем к следующему пункту. Почему-то они отдельно выделили пеленальный стол должен быть на уровне таза. Я очень согласна. Но для меня это, кстати, вот объединяя пункт с эргономикой ребенка. То есть здесь в чем суть? Меняя пеленки в кровать, встаньте на колени. Не нагибайтесь вот так вот над кроватью. Встаньте на колени, на ковер, на пол, да. Чтобы не было излишнего напряжения в спине. При мытье ребенка установите ванночку на подходящей высоте. Следите, чтобы столешница пеленального стола была на уровне таза. Благодарствую. Отдельным пунктом выделено используйте для отдыха различные положения. Например, если лежите на спине, положите подушку под колени. Это способствует расслаблению мышц спины. Если вы лежите на боку, то для расслабления мышц спины поместите подушку между коленями, как в беременности. Помните? Когда ко мне приходила консультант по грудному скармливанию, она буквально мое гнездо смотрела на него и такая говорит, Саша, вот это можно сделать вот так. Ты вообще обкладывайся подушками, как тебе удобно. Потому что первое время ты кормишь грудью очень долго. То есть ребенок может 40 минут просто лежать и есть. Если ты все это время держишь вот так руку, она у тебя рано или поздно отсохнет. Отсохнет трапеция, лопатка и все, тебе будет дискомфортно. И мне консультант по грудному скармливанию говорила, что очень многие женщины так и не доходят до этого сами. То есть это интуитивно особо не понятно. Кормят и немножко страдают все время. Так что это пункт, наверное, полезный. Все-таки про то, чтобы человек просто подумал, как я могу себе сделать комфортнее положение прямо сейчас. Да, это у меня было с Евой, было с Мирой. Седьмой пункт. Пейте достаточное количество жидкости. Для восстановления функции мочевого пузыря пейте не менее 2-3 литров жидкости в день. Посещайте туалет каждые 2-3 часа. Сидя на унитазе, опирайтесь ногами об пол. Так мышцы тазового дна будут лучше расслабляться. Кстати, я бы здесь еще добавила, знаете что? Ну раз уж мы такие темы разговариваем с вами, сидя на унитазе, подставляйте себе подставочку под ноги. Так получится легче намного опражнять кишечник, потому что будет более эргономичная поза. То есть вообще, когда человек изобрел унитаз, он немножко от физиологичности шаг назад сделал. Потому что раньше люди ходили по большому на корточках. И это очень физиологично, удобно и комфортно. И люди, которые подставляют себе подставочку во время дефекации, они больше не хотят по-другому, потому что намного более эффективно происходит этот процесс. Мне кажется, мы с вами сблизились максимально. Но почему нет такая тема? Это очень даже естественно. Все, что естественно, не безобразно. Просто особенно первое время после родов. Но это реально сложный процесс. Опражнение кишечника. Пункт супер. Я делала с Евой и делала с Мирой. У меня немножко подергивается глаз. Носите бандаж. После родов рекомендуется каждый день носить бандаж. Поддержка для живота помогает сохранять правильную осанку и уменьшает ощущение дискомфорта в животе и нижней части спины. Я уже заделала тему бинкунга, и я говорила не раз, почему я его так сильно люблю, но повторюсь, так как это все-таки отдельное видео про эту тему. Бинкунг, в отличие от бандажа, работает намного более физиологично. У бинкунга нет размера. Это одно из его основных преимуществ, потому что вы просто эту ткань, 20 метров ткани, натягиваете от своих бедер, поднимая буквально, поднимая ваш живот и опущенные органы наверх до солнечного сплетения. И у каждого это будет свой размер, свой комфортный размер. И бандаж, у которого S, XS, L, M. Ну и добрый день, попадешь, не попадешь, купишь один, скорее всего, там, на нем и останешься, чтобы уже другой не заказывать как-то. Самое главное отличие бандажа от бинкунга, что бандаж, он буквально приплюскивает органы, то есть просто это движение такое очень грубое. И там органы такие, куда кто получился распределиться, туда тот и пошел. Кто-то пошел вниз, то есть еще ниже, чем были до этого, хотя у нас и так у большинства женщин есть опущение органов после родов. И перестает нормально работать дыхание. Вы замечали наверняка, когда ты носишь узкие джинсы, дыхание становится поверхностным. И это, знаете, это не просто нехорошо. Это огромный вред для нашего здоровья, потому что перестает работать правильно наша диафрагма. Перестают расширяться ребра в тот момент, когда они должны расширяться. На проекте я когда даю дыхание, просто правильное дыхание. Там у девушек иногда голова кружится, потому что они не привыкли так правильно дышать, хотя это должно быть естественным физиологичным дыханием. Слишком кислорода много становится, у них начинает кружиться голова. Но это нормально для первого раза. Мы привыкли дышать стрессовым ключичным дыханием, вот таким верхним. Верхним. И это на самом деле большая проблема, почему потом у девушек вываливается животик. А потому что в нужный момент нужные мышцы там просто не напрягаются. То же самое тазовое дно должно работать во время каждого вдоха и выдоха. Про бинкунг я могу говорить бесконечно. Поэтому с Евой я делала бинкунг, с Мирой делала бинкунг, бандаж не делала оба раза. Я, собственно, сразу же знала его разоблачение. Следите за питанием. Для восстановления функции кишечника идите в туалет при возникновении сильных позывов. В целом, да. Потребляйте в пищу свежие фрукты и овощи. Вот это интересно. И следующее. Избегайте запоров и сильного давления тазовое дно. Суть в том, что после родов очень сильно перистальтика кишечника ослаблена. И как раз таки свежие фрукты и овощи не рекомендуется, особенно там первые две недели, потому что это очень сильно может вызвать брожение. То есть лучше все такое припаренное, тепленькое, со специями. То есть самая вообще идеальная пища после родов, и женщине очень часто интуитивно само этого хочется, это разогревающие супчики. Это такое все пареное, печеное в духовочке. Ну и, конечно, здесь ничего не сказано в этом пункте про конкретно витамины, конкретно какую пищу надо есть, потому что очень сильно для женщины важно здесь не допустить железодефицитной анемии. У нас на проекте отдельный огромный блок посвящен работе с нутрициологом. У нас лекции по питанию после родов, по витаминам, чекапу организма. Это безумно важно, это такая составляющая энергии. И даже не то, что это актуально первые 40 дней после родов или первые 3 месяца такое питание. Нет, там очень полезная лекция, вообще, мне кажется, для всех людей, не только женщин, мужчин тоже, про правила здоровой тарелки, про то, как легко и не заморачиваясь, не зарабатывая себе расстройство пищевого поведения, следить за тем, чтобы у тебя был сбалансированный рацион. Собственно, здесь у меня было и с Евой, и с Мирой. Но с Мирой более осознанно в приеме витаминов, потому что с Евой я просто пила железо. Притом я не знала, что оно у меня низкое не потому, что я не пью таблетки, а потому что оно у меня хуже усваивается. То есть, суть не в том, что я мало железа потребляла, а в том, что у меня именно усвояемость была нарушена. И десятый пункт, юбилейный. Начните делать легкие упражнения. После родов начните делать упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна и простые упражнения на поднятие бедер. Поднятие? Сужение, скорее всего. Ну ладно. Легкие сокращения мышц способствуют улучшению кровообращения, уменьшению отека. В позах для отдыха можно осторожно напрягать мышцы живота и упражняться дыханием животом. Только вот не сказано, как и что, и это очень сложно звучит, и непонятно, что делать. И именно вот поэтому, когда мне говорят, что отдых все можно найти бесплатно в интернете. Ну вот что кто поймет, когда ему после родов скажут, делайте легкие сокращения мышц живота. Когда? В какой момент? На выдохе и на вдохе? В каком положении? А если я перенапрягу и наоборот рывком сделаю? Ну то есть для многих качая мышцы живота, это когда ты лежишь на спине и рывковые вот такие движения совершаешь. А это вообще противопоказано после родов. Особенно когда есть диастаз, это будет просто расхождение прямой мышцы живота. И мы получим не узкую талию и неправильное восстановление мышц, начиная именно с поперечных мышц, а мы получим расширенную талию, потому что у нас будет широкий диастаз, дырку буквально между прямым мышцем и живота, потому что диастаз он будет расширяться от пупка, и вываливающиеся органы. Я сейчас не пугаю, это просто правда жизни, это просто то, что происходит, когда восстанавливаешься неправильно. Ну, собственно, вот этот пункт, он для меня сомнительный, потому что непонятно, что делать конкретно. После родов с Евой я особо упражнениями не занималась. Я делала зарядку, знаете, типа суставную гимнастику. И элементы йоги у меня были, в целом я давно уже йогой интересовалась, занималась, но не так, наверное, комплексно и профессионально, как это я делала после родов с Мирой. Здесь вообще ноль информации про психологическую составляющую, настолько важную, фундаментально важную, мне кажется, для женщины это самый главный удар. После родов это ментальная составляющая того, что жизнь больше не такая, как прежде, что с этим делать, отношения с мужем, как не допустить разлада, как не уйти в бытовуху, как про себя не забыть, себе время уделять, как не испытывать при этом чувство вины, что ты себе время уделяешь. Это такая огромная тема, и благо на проекте она у нас есть. На самом деле, когда я родила Еву, я прям помню момент, когда мы с ней идем на коляске гуляем, и я ее везу в парк. Я такая иду и перевариваю всю общую информацию, которая ко мне пришла. И что капец, для меня было удивление, что я раньше этого не знала, мне этого не передавал никто. Но, собственно, раньше и по-другому было, и, может быть, знаний было меньше. Я слушаю очередную книгу в наушниках и понимаю, что как же хочется поделиться этой информацией с огромным количеством женщин, чтобы просто об этом знали люди, и к себе как-то больше заботы, больше внимания было. А у меня еще тогда тема была основная о бьюти. Я так переживала внутри, что вот у меня же вообще девочки не поймут, да кому это надо, у меня вообще подписчики дети, мне казалось. Я тогда помню, что у меня закралась мысль, что было бы круто что-то организовать такое, чтобы у женщины закрылся вопрос по всем сферам, и она просто знала, что ей делать. Она не боялась идти в роды, потому что знала, как она потом вернет себе жизнь до, а может быть, даже и лучше. Но я понимала прекрасно, что одна я это не вывезу, я не смогу всех организовать. И этот проект, на самом деле, я не одна такая сколотила руками, а это, конечно же, при помощи моего продюсера и при помощи очень многих специалистов, которые в команде сработали и создали такой невероятный проект. Ну и плюс тогда я не была сертифицированным йога-тичером, не могла, не имела права вообще снимать подобные практики. Я сейчас понимаю, что вот оно, мы же это сделали спустя пять лет. И когда я читаю отзывы мам, которые прошли первый поток, я вам всегда сейчас вставлю их результаты за месяц, за два месяца. У меня с одной стороны, знаете, раздвоение личности. Одна часть меня такая, шок, обалдеть, как это возможно? А другая, ну да, вообще-то, это же был комплексный подход. Это же и есть то, что я на себе показывала, только мне часто говорят, это генетика и тебе повезло. И, кстати, здесь еще, знаете, меня смутило, что ничего нет про уход за телом. Часто, наоборот, перекос идет в какую-то внешнюю составляющую. Вот там роды, это только растяжки и так далее. А тут вообще даже об этом не сказано, как можно телу-то помочь после родов. Сама массажа, это безумно важная часть. Тоже занимает очень немного времени. И женщине нужно просто показать, как это правильно делается. Это манипуляции буквально там 2-3 минуты перед сном или перед тем, как подвязать бенкунг с утра. Это невероятный эффект имеет. Это еще и контакт со своим телом. Это ему благодарность. Особая такая мини-практика. И после кесарево-сечения тоже можно делать. И нужно даже, потому что у многих женщин появляется страх прикосновения к этой зоне. Они боятся трогать шов. Они его не любят. Они его избегают. Это же тоже очень большая психологическая составляющая здесь. То есть ты до конца не принимаешь в этот момент свое тело, свой путь, путь своего малыша. А еще, кстати, в первом видео про восстановление после родов я говорила о том, что не знаю, пойду ли я на закрытие родов. Есть такая процедура, что мне Доула рассказывала. И я как раз Доула попросила на проекте рассказать про эту процедуру, что это вообще такое, потому что закрывать роды можно не только спустя месяц, там, два после родов, а спустя хоть 10 лет. Если женщина, рассказывая о своих родах, чувствует какую-то обиду, тревогу, то, что у нее что-то не получилось, то, что она хотела по-другому, что было какое-то насилие, можно пойти на закрытие родов хоть когда. И закончить это видео я хочу таким блоком, как ответы на ваши вопросы, конечно же. Попросила вас в Телеграме их мне задавать. И сейчас на самые популярные отвечу. Собственно, один из самых популярных вопросов прекрасный такой прилетел мне. Как не забить на себя? И просто такой смайлик полного принятия и понимания, что после родов жизнь очень сильно меняется. После родов действительно жизнь очень сильно меняется. И так или иначе, ребенок, конечно же, становится безумно важной персоной в вашей жизни. Это правильно, так и надо. То есть природа так придумала, что мы очень сильно во внимании о нем, о том, чтобы он выжил, был здоров, крепок, не ударился и так далее. Но здесь очень часто происходит, к сожалению, перекос в сторону того, что женщина вообще перестает собой заниматься. И зачастую, знаете, здесь очень много может быть оправданий, типа, да у меня нет времени, нет помощников и так далее. Но зачастую даже 10 минут, даже 5 минут есть у каждой. И инвестировать это время в себя, а не в какие-то вещи, которые почему-то по приоритетам сейчас стали важнее, чем я у себя сама. Может каждая. Помедитировать, сделать дыхательную практику, сделать самомассаж, вместе с ребенком на одном там уровне позаниматься йогой. Мне постоянно пишут про помощников, про моих, типа, Саша, ты вообще так не можешь рассуждать. У меня помощники приходят, потому что я работаю, я работающая мама. Я не типа иду на весь день в спа, хотя могу, конечно, когда-нибудь так сделать, но я просто выбрала путь работающей мамы. И чтобы мне работать и совмещать еще это, я зову помощников, да, у нас есть няня. Например, с утра у нас няни нет, и я делаю йогу вместе с миром, постоянно выставляю сторис нашей практики настолько, насколько это удается. То есть там ты в полном принятии, вот удалось тебе позаниматься хоть сколько-то и хорошо. Может быть, вы помните, после рождения Евы у меня появился час счастливой мамы. Не просто так он появился, потому что в какой-то момент я поняла, что меня засасывает быт, и я все время, находясь дома, находясь с ребенком, я все время делаю что-то, но не для себя, и вообще не чувствую ресурс на то, чтобы как-то жить эту жизнь. И я вспомнила про магию утра, которая у меня была очень давно, там за год-два до моей беременности, когда я просыпалась с утра, и я делала то, что меня наполняет. Это безумно классно заряжает на день и дает тебе невероятное количество энергии, потому что ты сразу же не приступаешь к делам, к тому, что надо, 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 а ты наполняешь себя. И после рождения Евы я поняла, что мне необходим этот час, и уже не важно когда. То есть мне понятное дело, что когда ты только проснулся, не всегда у тебя есть этот час. Иногда это бывало полчаса, без проблем, но это были полчаса, где я одна сама собой, я закрываю дверь, и я делаю себе счастливую маму. Конечно, большинство вопросов связаны с тем, как восстановить живот и восстановить тело, как прийти обратно в форму. На самом деле, обо всем об этом мой проект полностью, целиком и полностью. То есть здесь столько пунктов, и важен именно комплексный подход. То есть если я сейчас вам скажу, делайте вакуум каждое утро, после того, как у вас закончится выделение, то есть лохи, это первые там 40 дней, чаще всего у женщины первые 2-3 недели, возможно кто-то сделает неправильную технику и только навредит себе. Да и одного вакуума тоже будет недостаточно. То есть помимо питания, таких китов, да, вот восстановления, там питание, сон, бытовые правильные эгономичные движения, есть отдельный блок про дыхание, дыхательные практики. Туда, кстати, в том числе входит вакуум, что в йоге означает у Диана Банха. Конечно же, сами йога-практики супер мягкие, бережные, но безумно эффективные, потому что очень важно работать, если есть диастаз, бережным путем. И там все практики подходят для тех, у кого есть диастаз, для женщин после кесарево сечения. То есть они, знаете, такие на них, посмотришь на эту практику, она как будто такая легкая, такая просто, что мы делаем? Учить заново, буквально, свое тело правильно включать нужные мышцы в нужный момент. Это безумно важно. Это может звучать как-то слишком сложно, но на самом деле там все предельно чисто, прозрачно, понятно, все поделено по блокам. Будет достаточное количество времени, чтобы все изучить, попробовать на себе эти практики и потихоньку, помаленьку внедрять в свою жизнь. Я такая же мама, я прекрасно понимаю, что времени дополнительного какого-то там часов лишних в дне нет. Поэтому я не перегружала программу, не делала там каждый день по три практики, нет, конечно. У нас же еще там лекция от гинеколога выходит, лекция от психолога. И нужно на все это время, на все это нужно ресурс. Какие кремы ты использовала от растяжек и сухости? Больше всего мне нравится кокосовое масло на самом деле. Я использую кокосовое масло от Дотеры, но можно любое использовать. Кокосовое масло какое-нибудь органическое, посмотреть, чтобы оно не оставляло жирного слоя, потому что это очень неприятно, когда потом по всей одежде, постельному белью у тебя этот жирный слой. Еще очень питательный крем есть ЦРВ. А от трещин на пятках, сразу тоже скажу, у меня просто после обоих родов грубее намного становится кожа на пятках. Я вставлю крем, как он называется, сюда. Это просто, это воск, это не крем. Он настолько круто работает. Как вернуть форму интимные мышцы? Заниматься ими как только можно будет. А можно будет, когда у вас закончатся лохи. И можно в течение дня, в любой момент, малыш играет, вы готовите завтрак, едете в автобусе. Постоянно можно их напрягать и расслаблять, напрягать и расслаблять. Это простая практика. Вдох расслабили, выдох все подтянули. То есть, такое ощущение, как будто вы хотите сдержать мочеиспускание, подтянуть в себя все. И мышцы ануса, и мышцы промежности, и мышцы мочеиспускательного канала на выдохе. Настолько, насколько это возможно. У нас есть, конечно, отдельные практики на проекте с длинным удержанием, с более коротким. Как это конкретно у себя где почувствовать? Но вот так вкратце здесь сейчас ответила. Как убрать низ живота? И зачастую, кстати, здесь речь идет не о лишнем весе в плане там это жир, и нужно сидеть на диете. Нет, есть очень многие девушки стройные, но с таким валиком в районе низа живота. И очень часто причиной этого является гиперлордоз, то есть очень перенапряженная поясница, которая у нас сформировалась после беременности. Женщина так и не вернула положение таза в нейтральное положение. И получается, что у нас перенапрягается очень сильно поясница, мышцы поясницы. Соответственно, очень расслабляются мышцы живота. Они просто не держат сами себя, не держат ткани, органы, и получается вываливается живот. Часто у таких женщин болит поясница. Это как бы очень сопутствующие два фактора. И стоит просто учиться подкручивать таз, учиться практиками, восстанавливать здесь дыхание, потому что, скорее всего, там еще и диафрагма не работает в таком случае, и все вываливается вниз. Как избежать растяжек на животе и груди, вот у меня все, девочки, оно как бы все есть. И кроме растяжек на животе, на удивление, у меня растяжки на груди, у меня растяжки на бедрах и попе. И, слушайте, я мазалась все время. Ну, постоянно мазалась. И я продолжаю мазаться, я просто увлажняю таким образом свою кожу. Но, как я поняла по своему опыту, все-таки это генетика, если предрасположенность есть, растяжки будут. Если предрасположенности нет, растяжек не будет. Не знаю, что у меня такая за генетика, что на груди у меня миллион растяжек, а вот на животе нет. Хотя живот-то ого-го, как растянулся. Грудь, конечно, тоже налилась и потом сдулась. Конечно же. Если бы было кесарево сечение, как бы ты восстанавливалась? Очень хороший вопрос. На самом деле, после кесарево сечения очень много чего можно, только либо в меньшей степени эффективности, то есть не так сразу же много делать всего, не так сильно. Например, тот же самый массаж, его можно делать, но избегая зону шва. Или там практики, тренировки тоже можно начать делать, но чуть-чуть попозже. Или бинкунг можно начать носить, но тоже чуть-чуть попозже. У нас вся эта информация тоже есть на проекте. При этом со швом очень важно работать на протяжении вообще всей жизни, потому что шов это не что иное, как рубец, рубец, который на себя тянет все ткани, фасции. Как ухаживать за грудью? Все рассказывают, что ужасные трещины и очень больно кормить. Знаете, если вам рассказывают какие-то супер ужасные вещи, копните в это глубже и поищите опыт не ужасающих историй, потому что многие просто таким образом снимают свою боль, снимают свое напряжение, рассказывают, как им было страшно, они хотят привлечь внимание. И в целом это тоже окей. Иногда таких людей стоит послушать, чтобы просто им жизнь облегчить, наверное. Но для себя, для построения своей картинки мира, если вы не хотите в этих страхах жить, тем более, что это вообще не ваш страх, а страх другого человека, копните в эту информацию поглубже. У меня, например, не было никаких ужасных трещин. Да, было неприятно первый, там, второй день. С Евой, кстати говоря, это было сильнее, видимо, потому что грудь вообще еще не знала, что такое кормление. С мирой как-то уже вообще изи. Но, во-первых, есть безумно классная и нужная профессия, как консультант по грудному вскармливанию. Я очень рекомендую пригласить к себе домой. Сразу же просто облегчить дико свою жизнь, потому что она покажет позы для кормления удобные, скорее всего, подскажет вам, что где вы неправильно делаете. Анна справляется с трещинами и у нее в составе стопроцентный ланолин, то есть его даже можно слизывать ребеночку, если попадет при кормлении. Как не потерять романтику с мужем, когда маленький ребенок всегда рядом? Этому ты заново просто учишься. Ты к этому не был готов, ты с этим не сталкивался никогда. Это новый быт, новый формат ваших отношений. В идеале даже вам об этом поговорить и заранее осознать, что вы так тесно больше не будете всегда друг другу принадлежать, как это было до. Особенно с первым ребенком это не ударяет, но это чаще всего сильно заметно. Появляется третий, появляется человек, который безумно важен, из-за которого вы не сможете существовать, как раньше, практически никогда, но при алии которого можно в целом подстроиться, конечно же, и просто наслаждаться новым этапом отношений. То есть отношения в этот момент просто выходят на совершенно другой уровень, появляется больше глубины, уважения, заботы, поддержки. Это безумно важно и это сложно, конечно, потому что часто это сопровождается недосыпами, недопониманиями какими-то, еще и связи между вами становится меньше. И мне кажется, важно здесь находить для себя какие-то минуты уединения, обниматься, делиться эмоциями, переживаниями, что папа чувствует отдельно, что мама чувствует, ну точнее муж и жена. Искать время, чтобы побыть когда-нибудь вдвоем. Ну что, дорогие мои, я буду завершать это видео, надеюсь, что оно для вас вышло полезным. Этим видео я на самом деле очень рада сообщить, что открыты продажам его второго потока проекта Бережно, на который я зову всех мам, которые родили буквально вчера, позавчера, год назад, пять лет назад, или которые родят в ближайшее время. Потому что для тех, у кого ПДР в апреле, в мае, это идеальная возможность восстановиться с самых первых дней, потому что у нас есть отдельный блок про бережные 40 дней после родов. В целом, на самом деле, и бинкунг, и самомассаж можно делать и спустя 2 года после родов. И это тоже будет невероятно полезно, правда. Но когда вы начинаете с первых дней, которые вообще никогда не повторить, это идеальная формула. Следующий поток у нас будет только осенью, и он будет последним в этом году. И чтобы изучить всю подробную информацию, потому что в этом видео я сейчас не смогу это сделать, там будет очень много всего, ну и кому-то это может быть не актуально, а кому актуально, переходите обязательно ко мне в инстаграм и ищите там актуальные на тему Бережно и Бережно 2.0. Там просто все максимально подробно. И под этим видео, конечно же, я оставляю вам ссылку на наш сайт. Просто посмотрите, зайдите, посмотрите, как там все оформлено, дайте обратную связь. Я вас благодарю за внимание, за ваши вопросы и увидимся с вами в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok